В Карачаво-Черкесию поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 12 тысяч доз, которые сразу же были распределены по медицинским учреждениям республики. В первую очередь она предназначена для тех, кто уже переболел короной, также для ревакцинации. Кстати говоря, по данным регионального Минздрава, ревакцинированных пациентов в Карачаво-Черкесии пока немного, всего 245 человек. Но в ведомстве надеются, что благодаря регулярным поставкам «Спутника Лайт» их число будет расти, как и количество тех, кто впервые вакцинируется. На сегодняшний день первый этап прививочной кампании завершило более 87 тысяч человек. В целом, как отмечают в Минздраве, после постановления главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации отдельных групп населения, темпы вакцинации в регионе выросли в разы. А в день прививку от инфекции получают около 1000 человек. И уже есть все предпосылки, чтобы завершить план прививочной кампании до конца сентября. К этому времени, надеются специалисты, будет провакцинировано более 60% взрослого населения республики. У нас проводится ежедневный мониторинг эффективности вакцинации. У нас есть несколько районов, которые лидируют очень хорошо, они выполняют свой план вакцинации. Это, в первую очередь, Зеленчукский район, и причем усилиями мобильных бригад они выполняют до 90%. Они вакцинируют в день до 200 человек. 150-200 человек – это ежедневно вакцинируется население. Джигутинский район на втором месте, они тоже хорошо, у них проходит вакцинация. Адыгихабльский район, Абазинский. В последнее время стали активно проводить вакцинацию и в городе Карачаевске, в Карачаевском районе, там, где у нас не совсем активно ранее проявлялась вакцинация. А сейчас, учитывая, что к первому сентября, видимо, педагогические работники города Карачаевска, они хорошо проходят вакцинацию, довольно активно. У нас есть несколько районов, включая Ногайский район, у них уже выполнено 75% вакцинации. Но, учитывая, что они постоянно общаются, приезжают друг к другу в гости, ездят на работу, естественно, в одном районе создать этот коллективный иммунитет труднее. Он будет сформирован именно по республике. Вот тогда мы будем говорить уже о какой-то защите.